Телевидение, пустите, вы видите, никто больше сюда не будет врываться, вы сами направляете обстановку. Вы выкинули только что меня. Все не дожди заходить. Только журналисты, члены комиссии, мы сами встаем, создаете нам обстановку, накаляющуюся. Ты против народа идешь, людей, журналистов. В тесноте и в обиде. Столкновение местных жителей и частной охраны затруднили вход здания, где поздним вечером было запланировано заседание Таировского поселкового избиркома. Уважаемые журналисты, отойдите от входа. Мы не работаем, не даем. Почему? Они журналисты, они имеют право. Значит, сейчас журналисты пройдут, когда пройдут все члены комиссии. Нет вопросов. После долгих привлеканий журналистов все же пустили внутрь. Из-за угрозы срыва заседания перенесли на второй этаж. 18 членов комиссии едва поместились в кромной комнате. И после того, как вы зайдете, работа комиссии блокирована. Все зашли. Дальше что? А где все? Это майор Аблаченец. Пожалуйста. Да, да. Попробуй. Все. Все. Все удобно. Как нас будут читать? А сейчас, извините, Олег Иванович, это за церковь. Давайте проголосуем и все. В законе это прописано. Есть представители СМИ. Просто срывают. Есть представители СМИ. Достаточно. Это не вы определяете. Все. Ребята. Попробуйте, пожалуйста, в помещение. Снимайте из двери. Почему подходящее помещение не предусмотрели заранее, неизвестно. Снимать заседание журналистам пришлось из коридора. Такой ажиотаж и беспорядки депутаты связывают с тем, что на комиссии приняли решение не допустить к выборам нынешнего главу Таирского поселкового совета Хасана Хасаева из-за сомнений в действительности его паспорта. Соответствующее решение приняла государственная миграционная служба. Очень ценные земли, вы понимаете, что это Савиньон. Потому что на самом деле, скорее всего, скорее всего, мы не то что не приблизились к европейским ценностям с тех парламентских выборов при Януковище, потом при Порошенко, я вам хочу сказать, мы отдаляемся все больше и больше и дальше. Потому что полиция стала намного сильнее. Если вы сейчас увидите вот в эти драки, как вмешивается полиция, вы будете удивлены. Они не вмешиваются абсолютно. Потому, дай Бог, чтобы не было кровопролития с этими бабушками и дедушками, которые сейчас плачут. Они кидаются на резинат спортсменов и плачут. Также в регистрации отказали всем 23-м кандидатам от Батькивщины. Соответствующее решение поддержали 13 членов комиссии и 16-е. С остальными кандидатами и партиями проблем не возникло. Кто за те, чтобы заинтересовать кандидатов Депутата Иерархской селочной рады, включенных до выборчего списка ведут Теринские районы, организации Украинской Морской партии. Прошу голосовать. Кто за? Считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Выборы в объединенную территориальную громаду назначены на 24 декабря. Тем не менее, депутаты Сухолиманского сельсовета на прошедшей сессии отменили свое же решение, которое приняли в июне об объединении в одну громаду с ПГТ Таирова. Такое же решение приняли и таировские депутаты. Теперь жители Таирова обещают перекрывать дороги и проводить акции протеста. Дмитрий Богомолов, Юлия Польнова, телеканал «Репортер».